всем привет дорогие друзья приглашаю вас в новое мотивационное видео я начинаю генеральную уборку своей кухни и также в этом видео хочу показать вам свой большой заказ на валберис и кое-какие покупки из икеа всем желаю приятного просмотра в начале своей уборки на кухне я решила так основательно прибраться на столе помыть подставки под горячее протереть сам стол со всех торцов потому что дети сидят и понятно что везде он заляпан протереть все стулья потому что без этого мне кажется уборка на кухне будет незавершенной и сразу скажу что в одном видео я к сожалению не смогу показать полностью генеральную уборку всей кухни потому что я сейчас ограничена во времени и малыш которому на сегодняшний день 7 месяцев и старшие дети требуют моего внимания и у меня просто физически не получится что с утра до вечера я смогу убирать полностью кухню поэтому я выделяю какое-то определенное время два часа если например у меня муж может на выходных погулять с детьми или в будние дни к примеру на минут 40 я могу включить детям мультики они могут поиграть тогда я могу что-то убрать но вот убирать с утра до вечера у меня пока не получается поэтому генеральную уборку кухни я разобью на несколько видео и буду вам постепенно все показывать спасибо вам за понимание показываю здесь нашего рыжика он у нас очень любит играть вот с этими резинками кстати у него шерстка уже начала отрастать после стрижки но мне кажется в любом случае ему так летом ходить гораздо комфортнее и не жарко потому что он в квартире у нас постоянно ищет прохладное место дело в том что мы живем достаточно высоко на двенадцатом этаже и у нас квартире очень жарко несмотря на то что есть кондиционер в большой комнате но к сожалению его не хватает чтобы охладить всю квартиру и вот кот у нас постоянно ищет холодное место ложится либо в ванной либо даже забирается в стиральную машинку ищет холодное место ищет холодное место Малыш, кстати, во время уборки какое-то время был со мной на кухне в качелях, в принципе, если ему дать соску, то он может спокойно здесь лежать, и там звучит приятная мелодия, которая его успокаивает, он может там даже и поспать, а со старшими детьми в это время гулял муж, уборку я снимала на выходных. У меня сейчас запущена посудомоечная машина, но какие-то предметы, которые туда не поместились, я мою вручную, хотя на самом деле я не очень люблю это делать, обычно я запускаю короткий цикл мойки, если у меня осталась какая-то либо слабо загрязненная посуда, либо та, которую нежелательно мыть в посудомоечной машине со средством, я запускаю короткий цикл на 30 минут, либо вообще без средства, либо наливаю туда щадящее средство от Фаберлик, то есть вручную я стараюсь мыть как можно меньше, чтобы экономить свое время. И эту большую сковороду чаще всего мою тоже вручную, потому что она очень большая, занимает много места в посудомоечной машине, перекрывает доступ к тому, чтобы помыть другую посуду, поэтому проще ее помыть вручную. А кстати вот я сейчас стою и на заднем плане у меня стоит чайник, дело в том, что раньше он стоял слева, но сейчас мы туда поставили колонку Алиса на место чайника и чайник переместился вот сюда на основную, можно сказать, рабочую поверхность и честно говоря мне это не очень нравится. И в принципе я давно хочу заменить чайник, он как-то мне кажется не очень красиво вписывается в интерьер нашей кухни и он достаточно старенький, он начал подтекать. Короче, хотела спросить у вас совета, какой вы порекомендуете мне чайник. Мне нравятся чайники в таком минималистичном стиле, может быть вы что-то подскажете мне, напишите пожалуйста какие чайники вам нравятся. Кстати, мне очень нравятся чайники с MAC, такие в ретро стиле, но они очень дорого стоят, они стоят в районе 15-20 тысяч, я даже не знаю что там такого дорогого, но тем не менее. Ну что, рабочие поверхности я убрала, чтобы ничего не мешало проводить дальше генеральную уборку, сейчас сверкну все на свои места, поставлю вазу с веточками хлопка. Кстати, мне очень нравятся веточки хлопка, их я покупала в фикс прайс года два назад, периодически меня в комментариях спрашивают, они не полностью натуральные, я так понимаю, что здесь натуральные только коробочки, а наполнение это вата и сами веточки, там тоже есть часть искусственного материала. Но тем не менее, они достаточно естественно смотрятся, мне очень нравится как они украшают кухню. И очень нравится как сочетается коробочка под салфетки с подставками под горячее из Ikea, мне кажется получилось все в одном стиле, кстати эту коробочку с салфетками я покупала также в фикс прайс. И вообще мне кажется пользоваться такими салфетками очень удобно, особенно детям, у нас дети постоянно ими пользуются и во время еды, и просто чтобы вытереть, в общем возьмите себе на заметку. Сразу решила вытереть насухо всю посуду и расставить все по шкафчикам на свои места, потому что мне не нравится, когда рабочие поверхности заполнены какими-то предметами, я стараюсь по максимуму все освободить. И сейчас я буду приступать уже к основательной генеральной уборке, я вам здесь показываю какая у меня грязная плита, она вся заляпанная, какие-то здесь пятна жира. У меня кстати последнее время старший сын очень полюбил жарить картошку, делает он ее полностью сам от и до, и чистит, и режет, и когда картошку жаришь, то летят брызги, и у нас очень грязный фартук, но благодаря тому, что на фартуке такая расцветка, то не сильно видны капли жира, но если ты пальцами проведешь, то они прям чувствуются. И микроволновка, поскольку стоит совсем рядом с плитой, также забрызгана жиром, знаете, даже удивительно, что внутри она у меня не такая грязная, потому что я сейчас постоянно пользуюсь крышкой, когда грею еду, а вот снаружи дверцы у меня забрызганы каплями жира, вы это видите, поэтому нужно ее основательно почистить. Сегодня я решила потестировать новое средство от Санита, вот такой спрей антижир, мне в комментариях советовали это средство, вот буквально вчера я его купила, и порадовало то, что его можно купить практически в любом супермаркете, я вообще пошла за ним в перекресток, но его не было в наличии, и в итоге я его нашла в магазине Улыбка Радуги, и стоит оно просто копейки, я его купила за 110 рублей по акции. В инструкции написано, что нужно набрызгать на загрязненную поверхность, если слабо загрязнена, подождать одну минуту, затем протереть тряпочкой, если сильно загрязнено, то подождать минут 5-7, что я собственно и делаю, у меня загрязнение достаточно сильное, поэтому я решила подождать подольше. И пока у меня средство работает, я решила также помыть вот эту решетку в вытяжке, посмотрите, насколько она у меня сильно загрязнена, здесь и пыль, и жир, другими слоями такая жировая пыль, поэтому все нужно хорошенько отмыть. Я тоже набрызгала и также оставила, чтобы средство поработало. Субтитры создавал DimaTorzok Микроволновку решила переставить на столешницу, чтобы удобнее ее было мыть. Ну и внутри тоже я хочу все помыть, потому что без этого генеральная уборка будет не генеральной, хотя повторюсь, внутри у меня микроволновка была не сильно загрязнена, но я ее тоже решила помыть с этим средством. И потом, когда я минут 5 подождала, средство поработало, я стала губкой протирать, и вот эти жировые капельки, они очень легко отходят, и вытяжку, когда стала тереть щеточкой, то просто она стала светлеть на глазах. Чуть позже я вам покажу результат конечный. В общем, классное средство, отлично справляется с жиром. Честно говоря, я даже не ожидала, потому что мне казалось, что на этих поверхностях загрязнения очень стойкие. Но, тем не менее, с этим средством все отмылось. Продолжение следует... Показываю вам конечный результат. Микроволновка замечательно отмылась. Вот тут сверху на ней наклейка, она там уже местами грязная, лучше ее отодрать. И внутри вот это черное пятнышко, это дефект как бы на самом металле, это не грязь. В общем, очень мне понравилось, как это средство справилось. И, конечно, такой чистой микроволновкой сразу пользоваться будет гораздо приятнее. И вот так выглядит вытяжка. Посмотрите, она стала какая чистенькая, светленькая. Буду возвращать ее обратно на место. После всех этих манипуляций надо обязательно помыть раковины. Я сегодня раковину решила помыть обычной содой. Кстати, вы в комментариях мне часто пишите, что сода это отличное средство, что кашицу из соды и воды можно оставить, например, на кранах, чтобы очистить накипь. Но с поверхностями, где очень сильные жировые загрязнения, к сожалению, сода не справляется. А вот помыть раковину, мне кажется, что ей можно вполне. Показываю вам плиту. Все чисто, все отмылось. Единственное, здесь какие-то пылинки. Но на темных поверхностях невозможно, чтобы они были без пылинок. Мне кажется, что темные поверхности, на них все видно, и они буквально притягивают к себе пыль. Сейчас, когда уже все чисто, я разбираю посудомоечную машину. И также все тарелки, чашки, столовые приборы. Все отправляю на свои места, чтобы поверхности у меня оставались пустыми и свободными. И хотела в этом видео поболтать с вами еще на такую тему, которую я вынесла в названии этого видео. «Легче с двумя детьми или с тремя детьми?» На самом деле, не один раз задумывалась над этим вопросом. И даже встречала такие комментарии. Мне писали, что вот с тремя детьми легче, чем с двумя, легче, чем с одним. На самом деле, мне кажется, что все индивидуально. Я сейчас расскажу про свой случай. Лично мне на данный момент, пока у меня малышу 7 месяцев, среднему сыну 3 года и старшему сыну 9 лет, на данный момент мне тяжелее с тремя детьми, чем с двумя. Вот реально, прямо сейчас такой очень сложный период. Кроме того, мне кажется, поскольку сейчас лето, дети дома, старший не ходит в школу, средний не ходит в детский сад, хотя мы планируем с 1 сентября его отдавать в сад. Постоянно дети дома, постоянно нужно находить какие-то занятия, иначе они начинают просто беситься, сходить с ума, им некуда выплеснуть свою энергию, и нужно хотя бы выходить с ними на улицу. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какая у вас ситуация. Если у вас больше одного ребенка, с каким количеством детей вам было легче. Кстати, знаете, когда у меня был всего один ребенок, мне даже тогда казалось, что очень-очень тяжело. Но я думаю, что так у всех. Хочу вам показать, какой я купила на кухню электронный диспенсер для мыла. Мне очень нравятся такие штуки, и в ванной комнате у нас также стоит электронный диспенсер. Он образует из мыла и воды пену, и очень удобно им мыть руки. И особенно такая штука нравится детям. На кухню я решила купить тоже электронный диспенсер. Заказывала я его на Валбере. Стоит он в районе 700 рублей. Но мне кажется, что эта вещь окупит себя вполне. И очень удобно пользоваться. Всем, у кого такой вещи нет, я очень рекомендую попробовать. Если что, это не реклама. Я покупала его за свои деньги. Просто с вами делюсь. В этом диспенсере в комплекте уже идут 4 батарейки. Это очень приятно. И его достаточно просто заправлять. Я наливаю где-то 1 четвертую мыла. Добавляю воды. Нужно все перемешать хорошенько. Закрутить. Сверху нажать сенсорную кнопку. И диспенсер готов к работе. Мне кажется, что это супер вещь. Кроме того, когда вы хотите помыть, вам не нужно грязными руками где-то сверху нажимать, чтобы выдавить мыло. Мне кажется, что очень удобно. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я хочу показать вам, что я купила в магазине Valberis. И также докупила кое-что в Икеа. То, что мне не хватало для организации в спальне и для детской. Давайте начну с Valberis. Вот это все, что я там приобрела. Купила себе наконец-то вот такую щетку для сухого массажа. Очень давно хотела. Это кактусовое волокно высокая жесткость. Она действительно такая очень жесткая. Я на выбор заказывала две щетки. Вот эту с высокой жесткостью. И вторая была со средней жесткостью. Там, по-моему, щетина кабана была. Но та была совсем такая. Не знаю, мне кажется, от нее особо толку не будет. А вот эта такая действительно жесткая. Это именно для сухого массажа. Я так понимаю, что лучше ей делать массаж после занятий спортом, перед принятием душа. Напишите, пожалуйста, кто пользуется такой щеткой. Вообще, сколько по времени нужно делать этот массаж. И вообще, нравится вам, не нравится. Если кто-то продолжительное время пользуется, есть ли от нее эффект. Я думаю, что это отличный способ борьбы с целлюлитом. У меня вот сейчас после третьих родов очень сильный виден целлюлит. И поэтому я хочу с ним бороться активно. Поэтому купила себе вот такую щетку. Стоит она, кстати, недорого. Рублей 200 с чем-то. Очень удобная ручка. Удобно держать. И вообще, мне кажется, она очень эстетично, красиво выглядит. Роме для прикорма взяла вот такой нибблер. Давайте сейчас я вам открою. Поближе его покажу. Вот так он выглядит. У меня у Родиона был точно такой же нибблер. И он нам очень понравился. Родион очень нравился. Смотрите, здесь вот такой вот колпачок. То есть, его можно брать с собой куда-то на прогулку, в путешествие. Очень удобно малышу держаться за вот эти ушки. Вот так вот он открывается. И вот сюда кладутся кусочки фруктов. Вы можете положить все, что угодно. Яблоко, банан, какие-то ягоды. И затем он вот так вот закрывается. И малыш держится за ручку и жует вот эту силиконовую штучку. И через дырочки к нему еда поступает. Мне кажется, что очень удобная штучка. И для первого прикорма это очень классный вариант. Сенсорный диспенсер я вам уже показала. Он у нас стоит на кухне. К нам тут в гости приехал мой папа. И я ему в подарок купила вот такую сумку-авоську. Но, честно говоря, что-то она ему не очень понравилась. Наверное, я ему перезакажу обычную тряпичную сумку. Я тоже в магазин хожу с тряпичной сумкой. Вообще, мне кажется, тряпичные сумки или авоськи – это отличный вариант. Тебе, во-первых, не нужно покупать каждый раз пакет. Это и экономнее, и, к тому же, это более экологичный вариант. То, что вы каждый раз не покупаете эти пакеты пластиковые. Кроме того, тряпичные сумки, мне кажется, и выглядят они гораздо интереснее. Вот, не знаю. Либо эту авоську оставлю себе, либо поменяю ее на другой тряпичный вариант. Кстати, в одном из видео я вам тоже показывала, с какой сумочкой я хожу в магазин. Так, дальше. Что лежит вот в этой коробочке? Давайте я вам покажу. Это, можно сказать, сбылась моя мечта. Вот, смотрите, что здесь за красота. Вот такой держатель для браслетов, для часов. У меня из этой серии уже есть поставка для украшений. Подставка для серег. Я вам показывала организацию своих украшений в одном из видео. И из этой же серии я заказала вот такую подставку для браслетов. Цепочки и какие-то колье я люблю меньше. А вот, что касается браслетов и серьги, я это просто все обожаю. И у меня мои браслеты были неорганизованы. Они сейчас у меня лежат в коробке. И каждый раз, когда нужно надеть, приходится куда-то там лезть. Это очень неудобно. А здесь они будут красиво лежать. Примерно вот так это выглядит. У меня браслета, в принципе, не очень много. Но я думаю, что здесь штук 6-7 уместится. Кроме того, если вы носите наручные часы, то мне кажется, это тоже идеальный вариант. И, кстати, для мужчин, мне кажется, тоже здесь вполне можно хранить наручные часы. Может быть, у меня муж даже захочет сюда какие-то часы положить. Вот. Я сейчас наручные часы не ношу, но все время задумываюсь, может быть, мне стоит купить наручные часы. У меня, кстати, очень узкое запястье. Вот реально очень узкое. У меня какая-то такая генетическая предрасположенность. У меня у папы тоже очень узкое запястье. Поэтому мне очень сложно подобрать и браслеты, и часы. поэтому браслетов у меня немного, с часами у меня всегда проблемы, но, может быть, когда-то у меня будут часы, и я тоже планирую их сюда вешать. Единственный момент, там были такие подставки также серого цвета, то есть вот эта ножка такая же бежевая, а вот эта штучка серая, темно-серая. И у меня в спальне там темно-серые коробки из IKEA, я думаю, может быть, сюда подойдет как раз тоже с серой вот этой штучкой, чтобы визуально было сочетание. В общем, не знаю, подумаю, если что, то поменяю, перезакажу. Купила вот такие стаканы, давайте покажу вам сейчас поближе. Смотрите, вот такие стаканы, в них можно пить кофе, в них можно пить чай, сок, все что угодно, у них двойное стекло, у нас уже два таких стакана есть, и я докупила еще два, чтобы был такой полный комплект. Очень мне эти стаканы нравятся, и они красиво смотрятся, и кто любит пить кофе из капса, очень красиво можно наливать в такие стаканы, я уже пробовала. Здесь красиво видны все слои, где кофе, где карамель, где пенка, очень так эстетично смотрятся, знаете, как в кафе. Заказала на Валберес также себе вот такую свою самую-самую любимую помаду, это помада от белорусского бренда Рилуи. Стоит эта помада буквально копейки, здесь очень удобно вот такой механизм, нажимаешь и открываешь. Это мой самый-самый любимый тон, на всех разговорных видео у меня нанесен именно этот тон, я его просто обожаю. Я наношу сначала карандаш и потом вот эту помаду. И купила себе вот такие джеггинсы, они сделаны под кожу, они стоили очень дешево, 600 с чем-то рублей, я даже удивилась, что так дешево. Я взяла их, так знаете, можно сказать, нехотя, думаю, ну померю, но скорее всего мне не подойдут. Когда они мне показались, даже когда я забрала заказ, они мне показались какие-то маленькие, я думаю, ну, наверное, придется их нести. Но потом померила, и они так классно на мне сели. У них завышенная посадка, и они, мне кажется, визуально стройнят. В общем, мне очень понравились. Единственное, они мне немного длинноваты, но мне, как правило, сложно подобрать что-то под мой невысокий рост, поэтому их я буду немного заворачивать, но это ничего страшного. И в этой стороне лежат покупки из Икеи. Я, наконец-то, купила на вторую нашу кровать точно такое же покрывало, как и на кровати Родиона. Я в одном из видео вам показывала, советовалась с вами, какое же покрывало мне купить на вторую кровать. Очень многие мне советовали приобрести такое же покрывало, и мои мысли созвучны с вашими. Я думаю, что так будет гораздо красивее, гармоничнее смотреться. И детская будет иметь такой более завершенный вид, если на обеих кроватях будут лежать одинаковые покрывала. Кстати, оно очень приятное. Это хлопок, и с каждой стиркой оно будет становиться все мягче. Оно, кстати, двустороннее, то есть его можно стелить как на эту сторону, так и на другую, где вот такие точечки, кружочки. И для второго стеллажа в нашу спальню купили вот такие мною очень любимые коробки. Коробки размером 30х30х30. Я их просто обожаю. Ну, вы в моих видео неоднократно их видели, поэтому ничего нового в этом нет, но показываю вам свои покупки. Может быть, кому-то интересно. Обязательно покажу вам конечный вариант, как все будет выглядеть на втором стеллаже в нашей спальне. Друзья, на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, вам интересно было смотреть это видео. Если это так, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. До встречи в новых видео. Всем пока-пока!